В экспозиции представлены 96 фотографий, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималайму и Тибетскому Нагорю за 12 лет. Задача экспозиции дает посетителям наиболее полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в момент труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло, Монтанг, столицы королевства Ло. Сегодня мы открываем выставку Самарского центра духовной культуры. Это такая международная общественная организация, с которой мы сотрудничаем. Это уже не первая выставка, которую мы сюда привозим из этого центра. Планета Земля Гималай, называется она Тибет. Эта фотовыставка подготовлена несколько авторов во главе с президентом Центра духовной культуры Самары Родичевым Юрием Егоровичем. Он организует экспедиции фотохудожников. Естественно, они делают фильмы, делают фотографии и разыскивают такие места, которые малоизученные на планете Земля. Или какие-то такие места, с какой стороны они еще не представлены, даже если это известные места. И вот Гималай и горы, эта горная гряда, очень притягивает всегда всех туристов к себе, очень многих. Замечательные, красивейшие вершины. В общем-то, тоже так же они выяснили, что он изучен с определенных только сторон. Есть фотографии. И они организовали туда несколько экспедиций. И вот получилось, конечно же, это не вся выставка, которая у них получилась. У них очень большие такие панорамные фотографии. Там порядка 3-4 метров в длину. Ну, то есть, естественно, как можно увидеть горы. Это когда большие панорамы. Но в связи с тем, что у нас не такие огромные стены, не такой большой зал, они нам представили, конечно, уменьшенную выставку, часть этой выставки. Но все равно работы поражают. Фотовыставка «Гималай-Тибет» показывает все еще малоизученный регион, вмещающий в себя горную систему Гималаев, входящие в нее высочайшие на планете вершины, горные массивы и хребты, находящиеся в постоянном движении ледники, а также несравнимые ни с чем по протяженности, малодоступности, сложности ландшафтной архитектоники и величию Тибетское Нагорье. Центральное место на выставке занимает пейзажи высочайших вершин. И первое из них – Джамалунгма. Со стороны Тибетского Нагоря ближайшим пиком у Джамалунгмы является гора Лакпа-Ри. Именно отсюда в 2003 году впервые был сделан профессиональный снимок величайшей вершины земного шара с северной стороны. Удалось заснять мельчайшие детали и оттенки вереста с этой высокогорной съемочной площадки. Этот снимок Джамалунгмы 3 метра шириной 9 метров длиной является центральной самой большой панорамой экспозиции. Стоит отметить, что несколько фотокадров гор – это целый месяц восхождения. А удивительные фотоснимки, открывающие торжественную красоту горных вершин – результат невероятно трудных и опасных многодневных переходов. Не всегда преодолев тяжелый подъем, удается сделать хотя бы один снимок. Причина этого – отказ техники из-за низких температур, неблагоприятные погодные условия или сильная облачность. Участники экспедиции в Гималай признаются, что горы словно обладают душой, они могут и не принять человека, не раскрыть ему объятия. И тогда нет возможности совершить восхождение и запечатлеть всю первозданную красоту горных вершин.